Почтамского. Вот такую красоту заказал для свадьбы, опять же таки, русский генерал-майор Пётр Александрович Бильдерлин. Вот этой фамилии в учебниках у нас нет, но если же почитать, то да, действительно, это человек, который очень много сделал для русской артиллерии, оставил статьи и большую часть своей жизни отдал для служения России того времени. Он участвовал в русско-турецкой войне, неожиданно в большом чине он уходит на войну, и вот уже возвращаясь с войны, он решает жениться, он будет ранен на войне, да, 1877 год, он решает жениться второй раз. Почему второй раз? Он был ранее женат, но, к сожалению, супруга скончалась в очень юном возрасте, 23 лет. Было такое часто, да. И здесь для того, чтобы привезти, да, вот он покупает особняк, он становится совладельцем Бронобель, он становится совладельцем Ижорского, извините, завода Ижбыжевский, который выпускал винтовки для русской армии, причем в таком количестве. И так хорошо, что даже он был награжден от императора, да, за свою вот такую деятельность предпринимателя. Покупает особняк, тоже с давней историей, мы сейчас не будем погружаться в нее. И вот тот внешний вид, который придается еще при жизни Петра Александровича Бильдерлинга. И наверху, вот над, сейчас мы увидим или немножко там перейдем, увидим, да, получается, на Дергрене видно у нас, да, там буковка В. Вот, такие вот пупсики держат вот этот картуш. Скорее всего, вот в литературе считается, что она появляется именно тогда, когда владеет Петр Александрович Бильдерлинг этим домом. Брак оказывается удачным, у него будет пятеро сыновей, которые будут владеть им до революции. И сам по себе вот эти внутренние помещения, да, они имели разное назначение. Первые этажи сдавались наемы, непосредственно комнаты хозяев были, да, квартиры хозяев были на третьем этаже. Стены этого здания помнят разные. Вот еще до Бильдерлинга, в 70-е годы, в подвале арендовал склад для оптовых, значит, артелей сыроварин брат знаменитого художника Верещагина, Николай Верещагин. Вот он был таким вот предпринимателем, даже считается, что основателем промышленного сыроделания. Я не вдавалась в эту тему очень, вот поверила, вот так, как, да, в литературе написано. Этот дом помнит лазарет, который будет открыт в Берделе, братья, да, сыновья откроют уже в Первую мировую войну. И этот дом помнит, конечно же, большое количество коммунальных квартир, которые в этом доме уже появятся потом, когда придут большевики, да, к власти национализируют все. И в одной из коммунальных квартир будет проживать отец, помните, да, коммунальные квартиры будет проживать отец Андрея Миронова, знаменитый эстрадный актер Минакер. И вот такой удивительный дом с таким, да, удивительным внешним обликом и с такой богатой историей. Мы сейчас с вами виртуально веке были 19-м, а я вас позову сейчас еще виртуально век 18-й.